Привет, усики, всем, и добро пожаловать на мой любимый YouTube канал. Для всех, кто еще не знает меня, зовут Карлина. Я вас всех обнимаю и целую, и поздравляю с наступлением такой прекрасной, богатой поры осень. И вообще, хочу вам всем посоветовать не кидаться, не бросаться сейчас, как в омут головою в эту осеннюю депрессуху. Девочки, ничего не случилось, просто на календаре поменялся месяц. Сейчас уже не август, сейчас уже сентябрь. Надо выпить глоток кофе. Без кофе что-то язык заговаривается. Еще хочу поздравить всех мамочек, и всех бабушек, и всех сестричек и братиков, которые отправили своих детишек в первый класс, и всех студентов, которые сейчас только поступили в вузы. Очень красивая пора на самом деле, и я рассматриваю сентябрь месяц как начало-начал. Многие начинают что-то новое изучать, а учение – это новая жизнь. Мы сейчас на этом канале все, ну, как-то застряли в этой теме рак, а на самом деле существует много-много интересных тем помимо рака. То есть на раке жизнь не заканчивается. Рак – это не смерть, рак – это жизнь такая, и да, если ты не придумаешь, ради чего тебе жить, то он тебя убьет. Это золотые слова, и я хочу эти слова адресовать каждый из вас, каждый, кто у меня сейчас смотрит. Вот если ты не придумаешь, ради чего тебе жить, рак тебя убьет. Многие девчонки пишут мне сообщения приватные, но я сейчас настолько занята, я чувствую себя как белка в колесе, но это не обида на ситуацию, это наоборот такая радость, я просто горда собой, что я отхожу от темы рака. Я просто балдею на все 100% от каждой минутки, которую я провожу где-то в школе, которую я провожу с людьми, которые вообще никак не касаются темы рака. Я поняла, что когда люди извне узнают о моем диагнозе, они меня начинают жалеть, а я не хочу, чтобы на меня смотрели с жалостью, ну, просто, знаете, чтобы я в классе была тем учеником, которого, ну, просто лелеют, жалеют, потому что, ну, он не самый здоровый. Я хочу быть конкурентом, который начинает этот вход в науку с одной ступни, то есть чтобы мы с одного старта начинали учиться. Я говорю со старта, потому что я сейчас начала курс немецкого немного в другой школе. Раньше я ходила в другую школу, не раньше, а летом. А сейчас я вернулась обратно в Гёте-институт, где собрались люди со всего света, где люди с высшими образованиями, где люди говорят на разных языках, где мастер-студенты со всех стран. То есть, представляете, что такое мастер-студент? Это тот студент, которого учит какой-то вуз, потому что он самый хороший студент в этом вузе или один из самых хороших. Не все студенты мастер-студенты, только те, которые заслужили. Да, вот у меня вот такое начало, такое вступление в осень. И, конечно же, осень — это не только приятные события. К сожалению, это ещё и 15 лет, по-моему, с тех пор, как произошёл теракт в Беслане. И я не знаю, если вы уже посмотрели передачу Дудя про Беслан, такие трагедии нельзя забывать, и такие трагедии должны напоминать, что и в наших государствах быстрее всего, что в вашем государстве, в большом государстве, в самом сильном государстве на этой планете, то есть Россия, не всё в порядке. Нужно кое-что, наверное, изменить. И мне очень жаль, что наши правительства, и ваше, и наше, не учатся на своих ошибках. Многое до сих пор осталось, как и прежде, хотя уже прошло 15 лет. Да. Всем девочкам, новоприбывшим в нашу шайку, онк-больных, желаю удачи на старте и меньше побочек. Не хочу употреблять банальных слов. Многие не любят слово «держись». Я к нему отношусь. Ну, а как по-другому человек, который хочет тебя поддержать, как он по-другому, ну, что он скажет? Ну, вот я ставлю себя на сторону тех людей, которые... у которого заболел сосед раком, или заболел, там, двоюродный брат раком, или, там, сестра, или просто, там, коллега по работе. Ну, как ещё её поддержать? Честно говоря, хочешь сквозь землю провалиться и пытаешься избегать этого человека, не потому что ты не хочешь ему помогать, а потому что ты знаешь, что, что бы ты ни сказал, это банальности, и это так по-дурацкому звучит. Не только нам тяжело. Намного тяжелее, допустим, нашим близким, нашим мужьям, те, которые нас не покинули, и нашим матерям, чем нам, болеющим. Вот сейчас, когда говорю, хочу вас обнять, обнимаю каждую из вас, которая меня смотрит. Каждой лично, к сожалению, не могу ответить, потому что это физически невозможно, потому что у меня каждая минутка в дне, в одном дне, в сутках расписана. Да, вот такой человек, многие не верят, многие думают, что я, ну, не знаю, пипикать, не пипикать это слово, многие думают, что я пизжу, ну, пиздит, наверное, потому что она сидит дома, потому что она не работает. Но, если я просыпаюсь не в 6 часов утра, а в 6.30, все, у меня уже весь график шиворот на выворот, потому что я уже бегу на поезд, мне мама вот говорит, а почему ты не снимаешь, допустим, вот когда ты идёшь, идёшь, вот, допустим, на остановку, вот снимай, идёшь в магазин, снимай. И говорю, мама, ты представляешь себе картину, как я иду, бегу на остановку. У меня вот такая вот сумка, почему-то я тащу за собой не одну тетрадь, как обычные студенты, а я тащу за собой, не знаю, 10 килограмм книг, мне всё нужно, и все тетрадочки, и все блокнотики, мне всё это нужно на уроках, мне всё это нужно дома. Я, когда учу, у меня всё раскидано вот так вот кругом книгами. Я, у меня всегда хаос, у меня никогда не бывает такого, что такой порядок на столе, и у меня просто карандашик, там, ластик, и всё, лист белой бумаги, и книжка такая аккуратная, открытая. Нет, я дезорганизованный студент, у которого на столе и кофе, и чай, и печенюшка, и, конечно, кучу макулатуры. Поэтому из-за моего такого плотного графика я не успеваю отвечать на сообщения. Я вообще исчезла с инстаграма. Но я не умерла, вот она и здесь, вот, вот она и здесь. Я не умерла, просто я открыла свой инстаграм, когда я заболела раком, и, ну, создался такой таргет, там люди, которые болеют, или люди, которые в ремиссии. Других людей у меня на канале нету. Те ютуб-каналы я тоже открыла тогда, когда, не тогда, когда заболела, но тогда, когда проходила химиотерапию, чтобы просто заснять свою историю. Это не какое-то пособие для начинающего. Это просто показать одну из миллиона историй. Вот и всё. Только для этого. И так получается, что на моих каналах собираются только люди, которые так или иначе сталкиваются с темой рака. Но я, Каролина, индивидуум Каролина, это не только тема рак. Быстрее всего, что если бы я начала снимать этот канал, или, наверное, неправильно сейчас выразилась, наверное, если бы я открыла канал на другую тему, вот конкретно вы, кто меня смотрите, наверное, вы никак бы не попали на мой канал. Потому что рак – это 10% из моей жизни. Но не все люди, которые болеют раком, воспринимают рак как 10% из его жизни. Многие воспринимают это как 98% из его жизни, а остальное – это просто время для близких. И всё. Никаких развлечений, никаких новых увлечений, ничего. Поэтому я, когда снимаю свои влоги, я немножко постоянно боюсь кого-то обидеть. Это мне очень сильно мешает развиваться. Быстрее всего, что если я была бы пациентом у психолога, психолог мне бы сказал, что у меня есть комплекс. Это не комплекс, а проблема. Проблема в том, что я очень сильно переживаю за то, что скажут люди. Это не совсем то, о чём вы думаете. Я не переживаю, что скажут люди из-за того, что у меня муж на 20 лет старше. Я не переживаю о том, что обо мне подумают люди, потому что я, может быть, одеваю более молодёжные вещи, хотя я одеваюсь классически. Но, допустим, на море я могу ходить и в каких-то извращённых вещах, одеждах. Я не переживаю за это. Я не переживаю за то, что, может быть, некоторые яжмать могут меня осудить за моё воспитание детей. Я не переживаю и не комплексую по тому поводу, что многие могут подумать, ой, начинают сразу высчитывать, почему у тебя уже дети такие большие, тебе же только 36 лет, а во сколько ты родила, а почему ты в то время не училась, а вообще была ли ты замужем или нет. Я была замужем и училась в ту пору, но многие начинают сразу высчитывать, и меня это вообще не парит. Но меня очень сильно парит, что я каким-то своим высказыванием или каким-то видео могу обидеть кого-то, кто подписался на мой канал из-за рака. Именно поэтому я всё говорю, что я начну снимать другие видео. Сейчас я их не снимаю, потому что просто-напросто банально нет времени, но немножко существует барьер, что я кого-то обижу. Я понимаю, что многие больные женщины, раком, слава богу, что это так, многие от 50 лет и выше. Это получается на 15, на 20 лет меня старше. Мы меняемся. Я в 20 лет была другой Каролиной. У меня были другие взгляды. Сейчас мои взгляды и мои приоритеты поменялись. Я совершенно другой человек. Нельзя меня осудить. Я не осуждаю себя 20-летнюю. И я хочу в 50 лет не осуждать себя 35-летнюю. Но я очень сильно боюсь обидеть. Я понимаю, что многие 60-летние женщины смотрят меня только потому, что я говорю иногда о раке. И многие хотят, чтобы я эту тему продолжала. И даже те, которые говорят, да вообще отойди от этой темы, не вникаем и по-любому тебя будем смотреть, они не смотрят видео про косметику, они не смотрят, допустим, влоги из путешествий. Я очень сильно люблю снимать влоги из путешествий. Я планирую поехать на море в конце месяца. Сейчас в бабе лето, но я не возьму с собой камеру. Я понимаю, что я смотрю на мир сквозь камеру, потому что я хочу заснять самые красивые моменты. И я должна за собой тащить постоянно 10 килограмм камер. Я, допустим, какой-то красивый закат. И я быстро начинаю в сумке искать свою камеру, чтобы заснять этот момент. Потому что влоги из путешествий вы видите 15 минут, но на самом деле это заснято в течение 3-4 дней. И получается, что я не проживаю свою жизнь. Я хочу поделиться этой жизнью с вами. И я смотрю на все красоты через камеру, а потом бац, и только 500 просмотров. И я не гоняюсь за лайками. Нет. Просто я понимаю, что раз люди это не смотрят, может быть, они не разделяют моих интересов, и может быть, это никому не нужно, и может быть, мне стоит это снимать, но где-то у себя в домашней галерее держать. Потому что, ну раз это никому не интересно, а почему я должна тратить на это свое время? Ну, типа такого. Но сейчас я на самом деле ни в коем случае не выпрашиваю у вас лайк. Я иногда это делаю, иногда просто так для прикольчика говорю, не забудьте подписаться на мой канал и поставить мне лайчочки. Да. Но я не тот человек, который хочу зарабатывать деньги на своем канале, потому что это просто-напросто невозможно. С тех пор, как я завела свой YouTube-канал, я заработала ровно 100 евро на своем YouTube-канале. Потому что YouTube тебе начинает платить за просмотры только после того, как у тебя тысяча подписчиков, но у меня подписчики не прибавляются. Возможно, я совершенно неинтересный человек, или, возможно, моя эстетика и мое мировоззрение это для специальной категории людей. Все-таки все любят смотреть прикольчики мне. Мои дети говорят, ты должна что-то смешное начинать снимать. Что значит смешное? Ну, там матюки или как-то искусственно придумывать темы. И матюкаться искусственно я не умею. Мне кажется, что это... Ну, есть люди-клоуны, которые это умеют делать и у которых миллион просмотров. А когда это искусственно, нет. Я вообще человек по жизни. С одной стороны, меланхолик. Я рыба. Я очень романтичная особа. А с другой стороны, конкретный приколист. Ну, это у меня вот как получается, так получается. Вот я включаю камеру. Вот что ляпну, то и ляпну. А специально какие-то тексты писать или специально придумывать какую-то тему для общения, это на самом деле занимает день, а то и больше. Монтаж видео занимает очень много времени. Поэтому я это время хочу использовать для себя и не придумываю какие-то там новые направления, новые видосы. Но и в теме рака тоже не хочу сейчас тормозить. Поэтому я не знаю, как будет дальше раскручиваться судьба моего канала. Я буду быстрее всего что иногда снимать видео для того, чтобы вы понимали, что я существую, что я есть сейчас. Я подумала, что раз в неделю это достаточно. Но ей говорят, ты что так редко выходишь на связь. Раз в неделю это реально мало. Но даже раз в неделю и меня смотрят очень мало человек. Ну, я это я. И я никогда не превращусь в маму-отличника, которая будет просто гладить и снимать видосы или делать туториалы, допустим, как одеть капроновые чулки. Мне кажется, что это как-то по дурацкому. Но я и не говорю, что нужно сейчас начинать снимать какие-то заумные видео. Я и не с той категории людей, и не с этой категории людей. Смотрю, многие онкобольные. Мне просто откуда-то копипейст. Не хочу обижать своих сестер ни в коем случае. Просто я себя не визуализирую в этой роли. Откуда-то там копипейст, копировать тексты, там про МРТ или про ПЦТ или про какие-то там научные исследования. И в каждый день пост в Инстаграм. В каждый день, в каждый день. Это ж нужно потом иметь время отвечать на комментарии. А времени отвечать на комментарии у меня совершенно нету. Когда нету диалога между хозяином канала, так скажем, и его подписчиками, это не функционирует. Функционирует, когда есть обоюдная связь. А у меня времени на обоюдную связь нету. Когда я рассказываю что-то о себе, историю из моей жизни, тогда я как-то быстро реагирую на то, что ответить. А если бы я начала снимать на какие-то научные темы, видосы, во-первых, я в этом профан. Я из-за своего какого-то опыта, да, могу высказаться по поводу одного анализа или по поводу другого анализа, или рассказать так, как у меня было. Но дискуссировать, такие дискуссии высокого плана, вести на научные темы... Ну, девочки, вы же не врачи. Ну, как это можно? Я же вижу, что подписчики, они тоже просто какие-то цифры и графики откуда-то копируют и вставляют в комментарии. Это же нужно, знаете, против лома, еще один лом, и вот этот вот конструктивный спор. Это же надо только этим заниматься, а я этим... Ну, неинтересно мне этим заниматься в последнее время. И я очень молю Бога, чтобы я никогда больше не возвращалась в эту болячку. Я не эгоист, я хочу поддерживать своих сестер по несчастью. Я знаю, что сейчас осень, и сейчас осенью очень многие женщины обнаруживают, то ли после моря, то ли я не знаю, почему, осенью женщины, я знаю за женщин, не знаю, как за мужчин, они очень многие находят у себя рак. Ну, они находят у себя шишку, или они понимают, что не очень хорошо себя чувствуют, и идут к врачу, и поэтому очень много поставленных диагнозов именно осенью. Сейчас такая богатая пора в онкологических диагнозах, и многие, кто только столкнулись с этим диагнозом, заходят на YouTube или просто пробивают в поисковике рак груди, и как-то высвечивается моя рожа. И все в панике, начинают писать мне личные сообщения. Я так хочу каждого поддержать, но, честно говоря, когда я уже практически два года рассказываю про рак, и мне в личных сообщениях задают вопросы. Я понимаю, я так же делала, девочки, прошу понимания, прошу понимания, я так же делала в начале, когда только узнала о диагнозе, я спросила Дорина, кого ты знаешь, кто сейчас болеет раком, или кто вылечился от рака? Я спросила маму, я спросила всех, и начала просто тупо всем звонить и спрашивать, а какая у тебя стадия была, а чем ты питалась, какие у тебя прогнозы были, а какие ты анализы сдавала, а сколько раз ты в год проходила ПТКТ? Это нормальные вопросы, вы должны задавать эти вопросы, это нормально. Но эти вопросы мне в личных сообщениях поступают очень часто. Я могу вникать в истории людей, ну, как бы люди пишут, вот меня зовут Акта, я обнаружила у себя шишку, пошла там биопсия, рак, и всю хронологичность. Я могу вот сейчас параллельно в этот период общаться максимум с двумя, с тремя людьми. Я в это все вникаю, я не могу просто так ответить, пока мне не вышли в биопсию, но я не врач, я боюсь как-то быть инфлюенсером и, может быть, завести человека не на тот путь, я не хочу брать на себя такую ответственность, поэтому я все реже и реже отвечаю на комментарии личные. Заметьте, что на комментарии в ютюбе я часто отвечаю, я иногда могу не увидеть просто коммент, это не значит, что я вас игнорирую. Может быть такое, что сам хозяин канала не видит все комментарии, которые у него под видео. Это не значит, что мне не понравился вопрос. Нет, вот в комментариях под видео я отвечаю чаще, потому что этот комментарий, мой ответ, могут увидеть больше людей. И я не должна это дублировать 100 раз. А когда и спустя 2 года меня спрашивают, а какая у вас стадия была? Или, а вы вообще вам делали операцию или нет? А какую вам операцию делали? А у меня на Инстаграм, ну, буквально 100 фотографий. То есть человеку лень, не то, что лень, а времени, каждому кажется, что у него очень мало времени, и ему некогда смотреть все твои влоги, да? Логично, очень логично. Или ему некогда просмотреть все твои фотки в Инстаграм и пройти до первой фотки и посмотреть, с чего началась история, потому что, ну, онкобольных же много, я же не буду каждую историю просматривать, читать, это всё, как Шерла Холмс, сопоставлять. Мне же некогда, мне же нужен ответ на мой вопрос здесь и сейчас. А я со своей стороны хочу сказать, что вот я каждую из вас обнимаю, но мне некогда отвечать на каждый из ваших вопросов, потому что я отвечаю в каждый день. Да, у меня третья B стадия, у меня помимо рака был ещё и гепатит B, да, я два раза в год делаю ПЦТ, да, мне сделали биопсию, да, вначале была киста, и диалог с десятью людьми это тяжело. Не хочу, чтобы меня неправильно поняли, не хочу. Наверное, нужно сходить к психологу, чтобы он мне вправил мозги, потому что я в тупике. Я не знаю, как себя вести, хотя я сама могу вправить мозги любому человеку и убедить любого человека в том, что нужно сейчас и что правильно. Вот, глядя со стороны, не как психолог, а просто как человек, я могу вправить мозги любому. Но в этой ситуации я не знаю, как себя вести, потому что даже мои уже давнейшие первые подписчики иногда на меня обижаются, когда я не отвечаю на какой-то там комментарий или на какое-то сообщение. Они сразу думают, что, ну, может, они что-то не так сказали, да, и, может, я обиделась, поэтому не отвечаю. А я просто банально могу не увидеть или просто бывает, что я в поезде еду и у меня только 15 минут. Я должна быстро зайти на все сети и посмотреть все свои комментарии. И я прочитала комментарии, а я, может быть, в поезде еду, и я на ногах, и я держусь, и я не могу ответить. Я думаю, что я приеду домой и обязательно отвечу, а дома забываю. А я хочу, чтобы вы мне писали. Понимаете, в чём дело? Потому что если вы мне писать не будете, если под моими видео не будут комментариев, то я буду снимать свои видео, но буду их закрывать и оставлять это просто как память для... ну, как фотоальбом. Просто так. Потому что иначе нет смысла. Канал не существует. Канал это и я, и мои зрители. Вообще, я знаю, что дружба это понятие очень нестабильное. Друзей настоящих, наверное, можно заводить только, когда ты маленький ребёнок. И тогда, когда вы просто дружите, потому что друг, ну, это есть друг. А на протяжении уже взрослой жизни немножко сложновато, потому что, друзья, ну, это такие, как попутчики. Вот, когда ты беременеешь, у тебя появляются подруги, ну, больше, в большинстве случаев, только беременные. Ты лежишь на сохранении или ты лежишь в роддоме. У тебя получается, что ты себе завязываешь какие-то дружбы с девочками, которые тоже рожали. потом ты где-то учишься, допустим, на курсе немецкого языка. Ты начинаешь заводить какие-то отношения дружеские с людьми, которые учатся. Но у тебя как бы интерес общий это только учёба. Или же вот друзья семьи. Да, у нас много друзей, которых мы встретили, допустим, где-то в каких-то поездках. И мы общаемся только иногда, когда я тоже заказала какое-то путешествие в гугле где-то сняла какую-то гостиницу. Я вот почему-то меня сразу моя память меня приводит к моим друзьям, которых я встретила где-то в путешествии. Я вот им пишу ну что, как в этом году, куда ездили и т.д. Рак это тоже полоса в жизни. Это просто такая страница жизненная. И вот я думаю, что мой ютуб-канал это те друзья и мои единомышленники, которые оказались рядом со мной вот в этот период рака. И я, конечно же, боюсь, что эти люди меня воспринимают только как вот Каролина равно рак. Не воспринимают меня как личность, которая может о чем-то другом задумываться и отписываются или ставят дизлайк, потому что ну мне сейчас плохо, я сейчас должна проходить ПЦТ, я сейчас мандражу, а ты снимаешь какие-то видео про косметоз. Поэтому я не знаю, как это дальше будет функционировать и я не хочу, чтобы моей жизнью диктовали подписчики, это на самом деле самое глупое, что может произойти. Мне, мой муж и моя мама говорят, что ну да, но они же на тебя подписались из рака, ты как бы должна соответствовать. Слово должна не существует для меня. Я не должна. я включаю камеру, когда я просто хочу с кем-то поговорить, но это может быть совершенно не рак и совершенно не учёба немецкого языка и совершенно не косметоз. Просто я хочу поговорить о том, как тяжело сейчас с подростками или же вообще как тяжело с мужем, который на 20 лет старше, или же отношения между свекровью и невесткой, или же отношения между подругами. зависть в дружбе, то, что очень часто бывает. Конкурентность сейчас и жизнь это сплошная конкуренция или просто-напросто шоппинг. Всё, вот это и есть я. Я хочу, чтобы своими друзьями, своими единомышленниками мой друг это тот человек, с которым мне весело. Это в первую очередь. Меня притягивают люди, которые весёлые. Меня притягивает смех очень сильно. я ржу очень часто. Я даже куда бы ни пошла, вот люди, которые больше всего хи-хи-ха-ха меня притягивают. Не дурачки, которые ржут беспонтово, со смыслом и бессмысла. Я хочу, чтобы мне было весело, я хочу смеяться, я хочу веселиться. И люди очень серьёзные, мы просто не можем, ну, мы не можем резонировать как-то постоянно. Наверное, в какой-то период жизни мы можем резонировать, но не всегда, не на протяжении всей жизни. Также люди, которые просто беспонтово, ну, всегда смеются по поводу и без повода, мы тоже не можем резонировать, потому что бывают дни, когда я очень сильно, я очень серьёзная. И я могу быть иногда непонятной для некоторых людей, которые звонят мне в 10 часов утра, я, во-первых, до 11 часов утра, какая-то неуменяемая, мне нужно проснуться, мне нужно выпить кофе, я должна так, проснулась, антенки свои вытащить, да, чтобы понять, сориентироваться в пространстве. И бывает такое, что у меня даже там мама, сестра, близкие какие-то люди звонят утром, и они мне рассказывают, что вот, я вчера, когда шла в магазин, произошло то, потом я разменяла деньги, купила то, 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 то стоит 5, то стоит 10, то стоит это сколько получается, начинают считать какие-то суммы, начинают вот такие вот вещи, которые мы делаем каждый день, и я не могу сфокусироваться вот на эту дискуссию, на этот диалог, я плохой партнер в этом диалоге, потому что я просто-напросто не могу сейчас сфокусироваться на то, сколько это 5 плюс 5, плюс 7, плюс 7, у меня получается так, что у меня в мозгах будто бы что-то взрывается, и я хочу сказать, стоп, давай позже, нет, сейчас не могу об этом думать, вот, вот такая я, тяжелая, тяжелая, безусловно, тяжелая жизнь, что жизнь прекрасна, и что мысли человека на самом деле влияют на его судьбу, и что мысли и страхи это что-то в вашей голове, вы это человек, вот мясо, вот руки, вот глаза, вот ваш организм человеческий, а мысли это то, что у вас в голове, ваша мысль, которая где-то блуждает у вас в голове, она не может быть вашим начальником, она не может вами править, потому что вы это вот это, вы должны как-то поглощать вот эти вот плохие тенденции, вы хозяин ваших мыслей, вы не должны оставлять плохие мысли, чтобы они царили, чтобы они вами командовали, когда плохие мысли вами командуют, у вас начинается дрожь, вы дрожите, вы боитесь, вы не знаете куда сесть, вы не знаете как, что дальше делать, вы впадаете в депрессию, поэтому вы всегда должны себя заставлять думать, что я хозяин моей мысли, моя мысль не мой хозяин, я Оля, Свет, Наташа, я хозяин своих мыслей, вы должны чувствовать тигра внутри, вы должны знать, что вы это хило, это уже на втором плане, врачи, компетентность врачей, новые технологии, во-первых, ваша болезнь зависит от вас, вы должны настроиться на то, что вы победите, вы должны тупо верить, самообман или это не самообман, внушение ли это или самовнушение, это не важно, важно то, что вы должны принять это как данность, я король, хозяин, босс своего тела, я босс своих мыслей, как я захочу, так я и буду думать, я хочу, чтобы в моей голове были только позитивные мысли, которые настроены только на победу, мысли, которые как-то могут сработать как плохой инфлуенсер для меня, я их просто-напросто увольняю, я сила, я мощь, я смогу, вот с этой примизой мы начинаем свой день, просто тупо смотришь в зеркало и сама в себе произносишь, я сильная, я смогу и начинаешь в это верить, будешь фокусировать свои мысли в негативную сторону, на ту негативную мысль, твоя вся энергия и все твои силы будут уходить туда, в эту негативную мысль, в эту негативную энергию, нам нужно вокруг себя, вокруг своей ауры, вокруг своего тела и в своем внутри собирать только позитивные атомы и только позитивную энергию, поэтому мы Мы фокусируем свою мысль только для того, на то, чтобы питать свою позитивную энергию. В каждое утро просыпаемся, смотрим в зеркало, и так же, как мы питаем свой организм, мы должны сегодня дать покушать нашему позитивному настроению и хорошему настрою. Начинаем питать своими же словами, сам себе говоришь, я направляю свою энергию на мои позитивные мысли. В каждый день себе это говоришь, каждый день будешь говорить себе это по 10 раз, это просто станет как мото в конце года, это на 100%. За год, даже за 3 месяца, наверное, сработает, сам уже будешь верить в то, что ты в тигр, и ты направляешь свою позитивную энергию, ты боец. Нет, слово боец мне не нравится. Что значит бой? Мы не на бою. Это просто стиль жизни. Мы просто выживем. Не смотря ни на что, мы должны перевернуть эту страницу. И для того, чтобы дойти до конца книги, нам нужно страницу за страницей переворачиваем. Вот эту страницу нужно пройти для того, чтобы эту книгу дочитать. Иначе, если мы не перейдем через эту страницу, мы не сможем дочитать книгу до конца. А нам нужно дочитать книгу до конца, и конец этой книги, последняя страница этой книги, это где-то я сегодня проснулась, мне 89 лет, я проснулась где-то на Гавайях, и наливаю себе шампусик, и чувствую себя хорошо. Хочу выпить шампусик для того, чтобы у меня была энергия пойти на пляж и скупнуться. А вот там мой дедушка, мой дедушка вечером, когда я качаюсь на кресле-качалке, укутывает меня в мой плед. Да, мой любимый дедушка, похожий на Ричард Кира, да, или кто-то сейчас модный, там Брэдли Купер. Почему нет? Почему нет? А что, я принцессы этого не достойна? Все мы принцессы достойны самого лучшего. Все, слишком много бла-бла-бла. Всех целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok